Артем Почтарев будет представлять Харьков и Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в мужском одиночном разряде по бадминтону. В начале Олимпийского отбора примерно равные шансы попасть на главные спортивные соревнования четырехлетия были у трех харьковских мастеров ракетки Иволана. Почтарева, Дмитрия Завадского и Валерия Тращенкова. Но в итоге единственная лицензия досталась именно Артему, хотя его путь в Рио ожидаемо получился не из легких. Он даже не смог сыграть полуфинал в Швейцарии на турнире, травмировался и вынужден был сняться. То есть свои проблемы тоже были, но в конечном итоге Артем оказался выше и лицензии у нас именные. Поверил в то, что я попадаю на Олимпийские игры, но после Нового года я начал понимать, что реально появился шанс. Действительно я не хуже, то есть вот есть шанс. И с каждым турниром я больше набирал уверенности, уверенности в себе. И вот теперь я попал на Олимпийские игры. Это очень как бы для меня такое событие, это первые мои Олимпийские игры, дай бог не последние. Заключительный этап подготовки Почтарев проводил в Харькове. Нагрузки в преддверии Олимпиады тренерский штаб на домашнем сборе не снижал. Лишь немного они уменьшатся уже непосредственно в Рио-де-Жанейро, куда подопечный Геннадия Махновского вылетел за неделю до своего стартового матча на турнире. В соперниках у Почтарева на первом этапе будет первая ракетка Южной Кореи Сон Ван Хом и Яков Малиекал из ЮАР. В плей-офф выйдет только победитель группы. Соперников неоднократно я видел на турнирах, но с ними никогда не играл. Попался у меня кореец, ныне сейчас восьмой в рейтинге, а за этот год он показал, получается, в Олимпийский год он показал просто сумасшедшие результаты. У него есть победы, но он восьмой в рейтинге, а это о чем-то уже говорит. Второй у меня попался с Южной Африки. Это, конечно, не кореец, но тем не менее он тренируется не в Африке, он тренируется где-то то ли в Европе, то ли где-то в Азии. То есть спарринг у него очень хороший. Я его видел, знаю, как он играет. Я думал, что все будет хорошо. Я надеюсь, что у него я точно выиграю. То есть даю корееца, от чего я еду. Я еду за победами. У нас есть неделя на адаптацию. У нас забронировано время тренировок. И мы в обычном нашем тренировочном режиме будем продолжать тренироваться. Естественно, там будут новые спарринг-партнеры, потому что ребята все между собой общаются. И, конечно, всем хочется в таком жестком спарринге поработать на тренировках. Это раз. А второе, Артем уже был в Рио-де-Женейро полгода назад. И он реально представляет те условия, в которые он попадет. И тот зал, в котором он будет играть. Дебютный матч на Олимпийском турнире Почтарев проведет 12 августа против южноафриканского бадминтониста. Через два дня встретится на корте с корейцем. Залогом же своих будущих побед Артем считает не только физическую, но и психологическую подготовку. За меня, я знаю, будет болеть вся страна. И будут наблюдать за мной. То есть, волнение, конечно, оно будет. Я скрывать не буду, что я буду переживать. То есть, от этого никуда не денешься. Но опыт приходит только, когда ты что-то делаешь новое. Вот поэтому я считаю, что это будет хороший опыт. И я уверен на сто процентов, что я справлюсь с этим. Так как я уже, я же говорю, я играл уже и чемпионаты мира, и Европы, и столько турниров отъездил. То есть, опыта уже хватает. Я думаю, что все будет, в целом все будет хорошо. В женском одиночном разряде за Олимпийскую сборную Украины выступит Мария Улитина из Днепра. В парных категориях украинские бадминтонисты на Олимпиаду не попали.